Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM 13.05 в Кирове. В эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сидит Николай Гойликов, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем доброго дня, всем приятного аппетита. Напротив меня сидит Юлия Афанасьева. Я тоже должна пожелать всем приятного аппетита. Я никак не могу привыкнуть, Николай, представлять вас как главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Каждый раз хочется сказать главный редактор «Вятской особой газеты». Мне, Юль, тоже на самом деле хочется так себя называть. Ну, в общем-то, я пока еще формально остаюсь и главным редактором «Вятской особой газеты». Так что, если удобнее, я не обижусь. Но что делать, что делать. Ну, пока так, да? Давайте начинать. Я хочу напомнить всем нашим слушателям, что нашим спикерам можно задавать вопросы на сайте эхакирова.ру. В разделе «Анонсы» мы начинаем обычный эфир с ответов на ваши вопросы, заданные именно на сайте эхакирова.ру. Сегодня вопросов от слушателей, зрителей нет, поэтому начну я со своих вопросов, Николай. Вот накануне в Департаменте промышленного развития прошли обыски правоохранителей, искали пропавшие 12 миллионов рублей при изготовлении проекта промпарка «Слободино». Как пишет сайт наблюдатель.ру, в 2012 году руководители корпорации развития Кировской области приняли проект промпарка без замечаний, а проект этот был впоследствии оплачен, но непригоден. А вот вы ожидали чего-нибудь подобного? Вы знаете, Юля, вот все, что касается промпарков, оно изначально предполагает, что что-нибудь такое случится. Я уже не буду вспоминать про наш любимый Вятскополянский промпарк, тем более там радостное событие, туда подвели тепло. Вот, значит, в 2015 году в этих сарайчиках стало тепло, да, вот теперь как бы есть вариант, что там, по крайней мере, какие-то офисные, как говорят, офисные планктон сможет сидеть и не мерзнуть. Не уверен, что там что-то можно производить. И удивительно, что вот по Вятскополянскому, который уже длится история довольно-таки долго, пока еще, вот что-то с обысками пока тянут, но я думаю, что дойдет и до этого, потому что... Здесь тоже ничему особенному удивляться не приходится, потому что, ну что такое, вот смотрите, я не говорю конкретно про Кировскую область, что такое федеральные деньги для региона, тем более дотационного, да? Это праздник. Во-первых, это праздник. Что конкретно будет на эти деньги сделано, это вот как раз не главный вопрос. Главный вопрос, это чтобы эти деньги бухнулись на счет. Потому что это праздник, это начинается вот распределение, там, я уж не говорю там любимые слова, там, распил, да? Попилить бюджет. Попилить бюджетик-то, вот он, пришли, денежки упали. Вот как, опять же, если вот вернуться к Кировской области, да, за счет этих там полмиллиарда, настрельствовавятских полян, сколько лет полмиллиарда лежали в банке, да? Всем было счастье. Банку счастье, там, корпорации развития Кировской области, счастье за счет процентов, жить, собственно, можно ведь ничего не делать, просто дошел до банка, денежки снял и все. Поэтому я говорю, это, во-первых, праздник. И поэтому, как бы, вот, потом праздник кончается, потому что надо рано или поздно что-то делать, да? Вот как, опять же, вернемся к тем же Вятским полянам, надо было хотя бы, ну, обозначить, что что-то сделано. Помнишь, там вот открывали в августе, по-моему, да, даже какой-то типа вроде торжественное открытие с какими-то непонятными резидентами, которые, как я понял, до сих пор ни один не прописался, то есть не стал, собственно, таким... Резиденты, не резиденты. Не стал таким, вот, ошибка какая-то, резидентов вышла общая такая, тотальная. Николай, вы сейчас придумали заголовок для статьи. Ошибка резидентов, да. Вот, то есть получается так, что, как бы, главное в процессе, это деньги, чтобы поступили. Во-первых, можно отрапортовать, как отлично работает у нас в направлении привлечения инвестиций, да, наши соответствующие структуры. Не, ну, подождите, может быть, направление-то это и хорошо работает? Хорошо работает, да, но ведь вы думаете, они работают независимо друг от друга? Мне кажется, все это работает, как один мой хороший знакомый говорил, все должно вариться единой котлетой. Почему-то у него такая фраза была, да, в обиходе. И здесь все работает вот таким общим потоком. То есть кто-то на передовой добывает деньги, кто-то там на втором уровне обороны эти деньги пилит. А потом уже где-то на четвертом уровне обороны кто-то отбивается от обысков, когда они приходят, наконец-таки, да. Какой смысл искать 12 миллионов в департаменте промышленного развития? Их там точно нету. А где их надо искать? Помните, были такие красивые обыски в кабинете у Никиты Юрьевича Белых, да? Помню. Ну какой смысл проводить обыск в кабинете Никиты Юрьевича Белых? Ну как, чтобы отрапортовать, чтобы мы обыскали кабинет губернатора. Да, то есть просто сказать, что все там какие-то оперативные мероприятия проведены в полном объеме, но реально все прекрасно понимают, что в департаменте этих денег давным-давно нету и не было. Каким ветром могли эти деньги залететь в департамент? Бумаги какие-то изъять? Ну, для этого тоже, наверное, не обязательно проводить обыск, потому что это вообще-то государственное учреждение, из которого довольно-таки сложно так, чтобы вот какие-то бумаги куда-нибудь исчезли, да? Они все пронумерованы, там все сданы, там и так далее. То есть вы считаете, что это показуха? Это отчасти, да, показуха. Но это как бы показуха, чем полезна? Она обозначила такой интерес правоохранительных органов к этой истории. Ну, вот тут опять же, вот, конечно, это с одной стороны хорошо, да? Вот, когда правоохранительные органы приходят в серьезные учреждения, всегда хорошо. Это как бы с одной стороны показывает народу, что все мы ходим под Богом и что от суммы, от тюрьмы никто не застрахован. С другой стороны, вот, ну, опять же, вот вернемся к тому же, это вообще сенсационный был обыск в кабинете у Никиты Юрьевича когда, да? Ну и что? Что после этого обыска? Ничего. То же самое, я думаю, будет и здесь обыск проводили. Помнишь, тогда и в кабинете у главы района, у нашего Ленинского, да? Который сейчас замгубернатора. Этот обыск не помешал ему стать заместителем губернатора. Вот. То же самое здесь. Я думаю, что постепенно это все дело перейдет в такую судебную плоскость. А как показывает вот практика, к сожалению, вот те громкие дела, которые начинались по экономике у нас в последнее время, как только они переходили в судебную плоскость, они показывали полную, как бы вот, ну, не хочу так жестко, говорить, но не очень высокую профессиональную пригодность следственного аппарата к изучению экономических дел. Вспомнить дело Лузянина, да, где вот то, что просто, то, что по-нашему, по-ментовски понятно, да, ты там толкнул его, там, вон ты упал, да, в натуре ребра, все хорошо. Это еще и со свидетелем. Да, 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 с каким-то свидетелей тоже можно найти. А вот то, что касается бумаг, цифр каких-то вот законов экономических, тут у нас, к сожалению, следствие пока слабовато, что позволяет профессиональным юристам, да, эти вещи оспаривать, как оно вышло с Лузяниным, как позже вышло с Сосолятиным, то есть, да, и вроде бы получается так, что все все понимают, а доказать ничего не могут. Вот здесь, вот, всегда, когда раньше вот меня удивляли, вот эти американские фильмы, помните, да, где вроде там человек кого-то убивает, все вроде бы очевидно, да, убийца должен сидеть, но появляется такой хороший умный адвокат, и дело немножко разворачивается, и вот эти формальности, на которые у нас привыкли не обращать внимания, да, способ получения улик, способ опроса, свидетель и так далее, они начинают играть главную роль, и на самом деле виновный человек из-за безалаберности следствия, из-за непрофессиональности следствия просто-напросто уходит от ответственности. Вот то же самое вполне вероятнее всего, точнее, вполне вероятно, а я думаю, что на самом деле вероятнее всего произойдет с Департаментом промышленного развития. Во-первых, потому что работать, конечно же, придется под давлением, ясно, что у нас правительство своих не сдает это никогда, в общем-то, отчасти и правильно, то есть мы же свои люди, вот, придется работать под давлением, во-вторых, придется работать в условиях недостатка информации и недостатка профессионализма, а так, конечно, открываешь, приятно читать, да, вот, пришли там вот в здание, там не побоялись, там, ну и что? Не, ну, Николай, вот смотрите, если показуха, то кому, зачем это нужно? Нет, Селудикам, чтобы наработаться? Мы уже начали говорить вот про тот же обыск в кабинете у губернатора, кому это было нужно? Ну что, понимаете, вот как бы... Или это просто сигнал... Это был сигнал для кого? Для губернатора? Так он не слушает сигналы, которые снизу доносятся, он слушает только сигналы, которые доносятся из Москвы. А это сигнал, который пришел из соседнего ведомства, то есть, это немножко другой сигнал, я вряд ли думаю, что он даже сильно насторожил. Это, скорее всего, было какое-то недоразумение, которое тут же очень вскоре выяснилось. Возможно, будет где-то все здесь вот точно так же. Вот. То, что начинают рыть вот про эти истории с федеральными деньгами, это очень правильно. И вот я уж как-то говорил об этом, что у нас вот чем мне нравится работа Солодовникова, когда он находит какую-то тему, да, он понимает, что раз эта тема сработала здесь так, то, скорее всего, в аналогичных случаях она работает точно так же. Вот. И то есть, если там вот вспомнить те же федеральные деньги, с которых началось дело Рылова, да, депутата Сергея Рылова, да, в Крике, там 107, по-моему, миллионов, рублей, которые сейчас вот через суд корпорация, федеральный фонд пытается вернуть и, видимо, вернет. Вот. Что раз вот такого рода вещи происходят вот с этими федеральными деньгами, что вполне вероятно, если дернуть за веревочку, все остальные истории с поступлением крупных федеральных сумм, они, скорее всего, выглядят точно так же. То есть, отчет какой-то есть, а реальной работы нет. Ведь здесь у нас на самом-то деле то же самое, то есть, какой-то заказан проект, формальный проект существует, я там не очень понял, там даже какие-то варианты с фальсификацией каких-то бумаг, что-то еще, надо будет повнимательнее почитать. То есть, формально для отчета перед Москвой какая-то работа делается, как было и в случае с нашим криком, какая-то формальная работа делается, приезжают, когда реально люди на место и смотрят, оказывается, этого ничего нет. То есть, в этом плане наши ОВД, они правильно заметили, что, в принципе, вот эта вот схема работы с федеральными деньгами, как я уже сказал, она везде одинаковая, это праздник. То есть, главное деньги получить, главное деньги и направить в нужную сторону, главное приготовить некий суррогат, макет парка в Вязких Полянах, который был торжественно сдан в августе в натуральную величину, на самом деле просто макет, или там вот этот макет вот этого проектного заключения, которое в данном случае, или там макет каких-то коммуникаций, как в третьем случае. То есть, просто для отчета. То есть, мы как бы отчитались, к нам формально претензий нет. И в этом плане, я думаю, что это хороший сигнал, что может прийти ОВД, даже если не будет каких-то там подметных писем или чего-то, еще просто потому, что ситуация повторяется. И, как правило, в этой ситуации есть момент коррупционный. Николай, вот накануне многие СМИ написали, что генерала Солодовникова переведут в Самарскую область. Кто-то даже сроки называет 9 февраля. Вот как вы считаете, нам уже пора прощаться с Сергеем Александровичем или пока рано? Ну, за то время, пока он у нас работает, его уже, наверное, третий раз куда-то отправляют, и в Москву отправляли его, уже не помню, куда-то еще. Вот сейчас в Самару. Вы имеете в виду СМИ его отправляют? Да, как тоже еще. Насколько я знаю, Сергей Баранцев, руководитель пресс-службы, уже официальная проверка сообщения, по крайней мере, на данный момент, как я понял, никакой информации нет. Но хотя здесь вот тоже... Но мы же понимаем, что УВД это очень закрытое ведомство, они явно не скажут. Да, действительно. Что значит не скажут? Они должны работать в режиме. Вот смотри, Юля, вот просто пример и с параллельной областью, чтобы понять, как это должно быть на самом деле. Вот Англия, да? Январь, футбол, трансферное окно, футболисты продаются и покупаются. Тренер, так называемый, особенный по фамилии Мауриньо, объявляет, что в январе Челси, клуб Челси, который он тренирует, покупать футболистов не будет. Ему говорят, вы же хотите купить там Хуана Квадрада. Он говорит, нет, нам не нужен Хуан Квадрада, он не вписывается в схему нашей игры, после чего 1 февраля Хуана Квадрада клуб Челси покупает, да? И что делает футбольная социальная Англия? Она предъявляет Мауринью штраф в 80 тысяч фунтов за введение общественности в заблуждение. Вот это я понимаю. Вот тогда уже человек, когда он чувствует, что его просто за то, что он не хотел раскрывать до времени какую-то информацию, но фактически он обманул людей, он должен понимать, что 80 тысяч фунтов это, наверное, бюджет нашего муниципального образования, какого-нибудь такого нормального вполне. Вот, фунт он дорогой. Вот, поэтому как бы у нас получается так, что у нас пресс-служба, неважно какого ведомства, она вообще-то обязана говорить правду. Нет, может быть, у пресс-службы действительно нет информации, но это не значит, что 9 числа, допустим, никого не переведут. Все правильно. Поэтому как бы в таких случаях надо говорить не то, что там это неправда, что никто никуда не уходит, а просто говорить, у нас сейчас этой информации нет. Нет, подождите, я вот не про пресс-службу даже сейчас спрашиваю. По вашему мнению, Сергей Александрович останется в Кировской области? Да у меня нет своего мнения, потому что он такой же, как и все чиновники крупного ранга, он зависит, собственно говоря, от указа. Если посчитают нужным перевести его в Самару, его переведут в Самару. Не, ну подождите, Николай, вы же вот любите очень порассуждать. Выборы губернатора Кировской области прошли. Да. Да. А когда они были? Задачи выполнены. 14 сентября. Мы выбрали губернатора, да? Да. Я поздравляю всех. Никита Юрьевич Белых, если что. Да. Задачи выполнены. То есть, может быть, самое время уже перевести на новый участок работы? А в Самаре выборы не прошли случайно? Вы не помните? Не готова сказать. Или это специально подобрали такой регион, где выборы еще не прошли. Я не думаю, что надо увязывать карьеру генерала Солодовникова с выборами в каком-то регионе. Ну, просто все равно ведь задачи, наверное, ставятся. Задачи, если вспомнить прошлый год, именно вот горячий выборный сезон, можно я так тонко сиронизирую, да? Можно. То у нас как раз получилось, что генерал Солодовников практически вот начиная где-то с мая и кончая сентябрем, он отсутствовал на телеэкранах и на страницах газет. Если такая задача ему ставилась на выборы, то он ее блестяще выполнил. Нет, но если он отсутствовал на страницах газет, это не значит, что он не контролировал, наверное, да? Что? Ход выборов? Процессы? Да там все так налажено, что милиция там контролирует только разве что нарушение общественного порядка на избирательных участках. Движение информационных потоков, какие-то проявления административного ресурса милиция не контролирует. Это максимум, что может человек пожаловаться на это дело в прокуратуру, но и она, судя по всему, на это смотрит сквозь пальцы. Поэтому какой-то роли у Солодовникова на выборах, как на таковых, в процессе выборов, я не вижу. Ему в свое время, да, как бы приписывалось, в том числе и мною, как представителям СМИ, некая другая функция на выборах, что он мог бы стать неким конкурентом, весомым, реальным конкурентом. Так ведь у нас выборы прошли в одну корзину, так сказать, в одну калитку вся игра шла. А так могла появиться некая популярная в народе фигура, которая бы, по крайней мере, выборы сделала бы конкурентами. Но раз этого не случилось, я не думаю, что опять же Солодовникова прислали сюда для того, чтобы он сказался от участия в выборах. Я думаю, что его сюда прислали для того, чтобы он просто здесь работал. Он до этого находился, насколько я помню, какое-то время в подвешенном состоянии, то есть был как бы вне службы. Ему нужно было вернуться, ему нужно было наработать, ну как это можно сказать, в банке бы сказали, наработать некую кредитную историю. Он ее блестяще здесь наработал. Поэтому сейчас уже его дальнейшая судьба зависит только от решения вышестоящего начальства. Николай, а как вы думаете, вот для Никиты Белых Солодовников это удобный глава УМВД или неудобный? Ну, я думаю, вот за то время, пока они вот как бы были вынуждены, может быть, изначально вместе работать, изначально наблюдалось некий такой холодок, скажем так, в отношениях. Но, по-моему, уже в прошлом году они вполне, вот так сказать, нашли такую схему работы, чтобы друг другу особенно, собственно, и не мешать. То есть он занимается своим делом, Никита занимается своим. Те проекты правительственные, вспомнить тут же вот антиалкогольную компанию «Милиция горячо поддерживает». Какие-то предложения, исходящие от УВД по части безопасности, дорожной движения или чего-то еще, в свою очередь, находят разумные предложения, находят поддержку в правительстве. То есть, мне кажется, они вполне работали, найдя некий такой компромисс, вполне хорошо, нормально, спокойно. Я не думаю, что... Ну, наверняка, конечно, каждому руководителю хочется, чтобы было меньше неровностей вот на этом поле, да. Возможно, Солодовников является такой, как бы, такой неровностью, неким таким вот источником возможной опасности, скажем так, какой-то. Но, мне кажется, работать с ним вполне Никите Юрьевичу комфортно. Понятно, что если Солодовникова отправят в Самару, а к нам пришлют кого-то более... Точнее, менее конфликтного, то это будет всем удобнее. Но, во-первых, мы ведь тоже не знали, кто такой Солодовников, когда он приехал, да. И всякие слухи ходили, и так, и сяк. Думали, что он просто отбудет здесь, там, годик тихонько отсидит, вот, а оказалось, вон чё. Вот. Поэтому тут заранее сложно предполагать, потому что, суть по всему, сменится руководство и в прокуратуре, и в УВД, и в ФСБ уже сменилось руководство. И что это за люди, мы пока не знаем. А почему это всё после выборов-то произошло? Это просто так совпало? Да я думаю, что сейчас всё, что в 2015 году будет происходить, оно происходит после выборов. Юль, ну, после не значит следствие, да? После того не значит следствие того. Что-то должно происходить в этом году, понимаешь? Ну, хорошо, ладно. Вот скажите мне, Николай, наблюдаете ли вы за работой нового главы администрации города Кирова? С удовольствием. Больше всего мне нравятся отзывы чиновников о нём. Так, расскажите. Вот, я так понял, что многие, особенно тем, те, кому повезло, и у которых управление и отделы находятся не вот в здании на Воровского, а в других местах, да, они сейчас даже стараются как можно реже появляться в главном здании. Почему? Понимаете, Перескоков, это работник очень правильный. Он правильный, это человек, прошедший огромную школу, да, и который, как чиновник высокой ранги, всегда понимает, что он должен быть прочно закрыт мощной стеной с задней стороны, с тыловой, да, и чтобы вот это прикрытие сзади у него всегда было, все остальные вокруг него должны бегать и работать. Это ему даёт очень крепкий, хороший тыл. И вот он их учит бегать и работать. Причём, как я понял, по некоторым отзывам так, в общем-то, в достаточно жёсткой форме. Мне пока нравится то, что там происходит. То есть, муравейник зашевелился. То есть, вам нравится именно, так скажем, процесс. А говорить о результатах пока бессмысленно. Он у нас пока ещё работает месяц. Не, ну подождите. Вот в понедельник, как Киров завалило снегом... И плюс... Нет, давайте говорить так. Киров завалило снегом. Человек работает на своём месте ещё только месяц. И на него свалился вот этот вот снегопад. Да на нас он свалился, Николай, на нас. На него он свалился не в меньшей степени, чем на нас, потому что мы-то просто ходим и ругаемся, ему ещё надо всё таким-то образом устранять. Поэтому, как бы, говорить... Вот мы можем сказать... Вот сейчас пройдёт немножко вот этот период, да, по улягуцаметельки, подвести какой-то итог. Насколько он попав, так сказать, с места... Из огня да в полымя, скажем так, да, с места да в карьер и сразу с разбегу с корабля на бал, или как ещё можно сказать, да? То есть, как он себя проявил именно в решении вот этой конкретной задачи. Но это вот сейчас я пока сказать не готов. Нам будет с чем сравнить, да? Вот. А говорить о том, каков он именно управленец и каков он глава администрации городской, я думаю, что пока, конечно, очень-очень рано. Хорошо, Николай, какой период должен пройти, чтобы можно было уже судить? Ну, у нас как-то принято, ну, сто дней давать хотя бы человеку. Вот к весне ближе. Вот я говорю, что пройдёт зима, мы сможем как-то вот для себя подвести вот итоги того, как вот эта зима, как город пережил эту зиму вот под новым руководством, как работали службы, где они не доработали и почему сравнить с тем, что было в аналогичных ситуациях раньше. Слава богу, такие случаи, не слава богу, но такие случаи уже бывали. Вот. То есть, пока бы я не торопился. Но то, что вот этот муравейник зашевелился, да, это есть. Это мне нравится. Это мне нравится. Потому что как-то уж раньше было вот совсем... Даже вот в это здание, которое у нас за окнами, имею в виду здание администрации области, заходишь, тут как-то всегда была какая-то движушка. А в мэрии ходишь по коридорам, там даже редко иногда человека встретишь. Как-то уж все было слишком спокойно. Сейчас средняя скорость движения по коридорам увеличилась. Говорят, сейчас начальники проверяют наличие своих подчиненных на месте без 5-8 утра. Не знаю, точно не могу сказать, об этом не спрашивал, но то, что там начальники проверяют не только наличие подчиненных, но также форму их одежды, это я уже знаю. Вернемся тогда к этой теме еще. Николай, за историей с центральным рынком наблюдаете? Ну, тут трудно за ней не наблюдать, потому что, во-первых, я и живу не очень далеко, и вы знаете, очень много людей так или иначе задействованы на работе центрального рынка. Кто-то там работает, кто-то туда что-то поставляет, кто-то там наоборот затаривается. Я в том числе покупатель активный на центральном рынке, я всю жизнь люблю покупать на рынке. Вы покупаете продукты или одежда? Продукты. Продукты, безусловно, продукты. То есть, как бы у меня отношение к рынку, это место, ну, это как бы из советского прошлого, да, это колхозный продуктовый рынок, да. Вот, у меня к нему именно такое отношение, поэтому я всегда за продуктами, благо, живу, недалеко хожу туда. Вот, Николай, предприниматели центрального рынка потребовали отменить конкурс на поиск инвестора, который должен был состояться 20 февраля, создать рабочую группу, которая вместе с представителями администрации займется доработкой концепции развития центрального рынка. Вот, как вы считаете, сейчас на данном этапе нужно отменить конкурс на поиск инвестора? Вы знаете, отменять довольно-таки сложно такие вещи. Не нужно было его начинать, вот что бы я сказал. Но это, смотрите, Юль, это здравое рассуждение. Сейчас кризис. Сейчас ни у кого денег нет, да? Какой смысл сейчас искать инвестора? Нет, не в том дело, что какой смысл искать инвестора. А если сейчас кто-то затевает такой проект, это говорит только об одном. То есть инвестор-то уже есть. Инвестор есть, его фамилиями, отчества уже известны тем, кто билет этот конкурс. И то, что будет дальше происходить с рынком, тоже известно всем участникам этого мероприятия. То есть, понимаете, это снова некая запланированная вещь. Она планировалась явно давно. То есть все эти вопросы были решены. У нас ведь все, у нас вся вот эта политика и муниципальная, областная, она сводится к чему? К построению такого суперсоветского союза, да, какой-то жуткой централизации всего, что только может быть. Причем это даже происходит централизация жестче, чем была в советское время. У нас тоже любили все централизовать, но ради этого не перемещали там школы из деревень в районные центры, там больницы из деревень в районные центры. До этого маразма не доходило. А у нас уже до физического маразма доходит эта страсть централизации к контролю над финансовыми потоками. То же самое с рынком, это все только следствие вот этого понимания, что все должно централизоваться и все денежки должны проходить через меня или через этого парня. А лучше через меня. Ну да, через кого-то конкретного с именем и фамилией, который свой. Все сводится к этому. И поэтому здесь сейчас говорить, что что-то будет отменено, я думаю, что вряд ли. Потому что на момент объявления этого конкурса вероятнее всего все предварительные договоренности уже достигнуты, все руки уже пожаты и уже какой-то такой период ответственности наступают за неисполнение своих обещаний. Вот я предлагаю вернуться к теме центрального рынка после небольшой рекламы. В частности, почему же нам не представляют проект, если, по вашему мнению, все договоренности достигнуты и руки пожаты. Но мы к этому вернемся через пару минут. Я напомню, это особое мнение Николая Голикова. А сейчас мы уходим на рекламу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что это особое мнение главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» Николая Голикова. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. И мы продолжаем про центральный рынок. Николай, вот если вы говорите, что все решения были уже приняты, инвестор найден, почему же нам не представляют конкретный проект? Потому что сначала должен пройти конкурс. формальности должны быть соблюдены. Я вот сто пудов говорю, что этот проект все уже видели, кому положено, который победит на этом конкурсе потом. Но пока, естественно, дело в том, что скорее всего то, что мы сейчас говорим, то, что мы сейчас знаем, что якобы там будет организовано некое рабочее место для продавцов, все прочее, вероятнее всего этого ничего уже там не будет. Я себе вижу вот этот проект «Победитель» как некий торговый центр, расположенный в козырнейшем месте города, которая вообще никаким образом не подлежала ни реконструкции вот такой эпохальной ни сносу, ничему либо еще. Исторический рынок, да? Вот. Но если у нас парк там у Дворца Пионеров под нож пускают ради каких-то финансовых интересов, то уж рынок-то пустят. Это уж... Тут даже никакой политики такой нет, Тут даже нечем... Там можно хотя бы сказать, как вы, сволочи, смеете память там, да? Здесь даже этого не скажешь. Ну что, рынок, рынок. Жалоб много на рынок? Куча жалоб на рынок. Все обманывают торговцев. Обманывают торговцев. Парковки нет. Парковки нет. Там все, понимаешь? Проехать невозможно. Как будто, понимаешь, там грязь, там антисанитария. Это все найдется в секунду, чтобы такие вещи оправдать. Вот. Это я еще раз говорю. Это вот следствие этого процесса. То есть не должно там быть никакой свободной торговли. И вообще в Кирове быть не должно никакой свободной торговли. И вот так оно и будет. Киоски, рынки, все это. Хочешь свободно торговать? Езжай за город. Торгуй свободно. Понимаешь? А все, что идет в Кирове, должно контролироваться, фиксироваться. И поток, где нужно, должен в известном направлении идти. Вот главная цель. Вот эта цель в том числе реализуется вот таким вот способом. А что там именно построят? Понимаешь? Ну, построят торговый центр. Это стопудово. Может быть, там три торговых центра каких-нибудь там. И все. А о том, что здесь когда-то был рынок, лет через 30 уже никто не вспомнит. Николай, вот предприниматели уже уходят с центрального рынка. Во-первых, неопределенность. Во-вторых, кризис, спад продаж и так далее. Вот о спаде, о падении рентабельности заявляют уже и крупные производители. Например, на КМК рентабельность снизилась вдвое. Это, как пишут бизнес-новости. Холдинг Здраво в январе впервые сработал в убыток. И производители предупреждают заранее, что будут поднимать цены. Александр Краснов, это президент гильдии пекарей и кондитеров, сказал, что без помощи производителям они вообще могут 2015 год не пережить. Вот как вы считаете, насколько сейчас критична ситуация в экономике Кировской области и дальше что нас ждет? Ну, критична ситуация в экономике Кировской области стала ни вчера, ни сегодня. Кризис назревал уже последние несколько лет. Особенно критично. Вот. Плюсом, дело в том, что оказалось так, что мы сами-то шли вниз, да, и тут еще вот общая политическая ситуация нас подтолкнула тому, что теперь вот, ну, правда, с другой стороны удобно, да, можно сказать, до кризиса в России там типа везде, не только у нас. Вот. Но дело в том, что вот все эти процессы, они были заметны уже довольно-таки давно. И что к этому пришло бы, даже бы без всякой Украины и Крыма. Вот. Что касательно, вот смотри, вот ты назвала предприятия, да, ведь эти предприятия, они все подпадают под программу «Покупай вятское», да, «Поддержим отечественного товаропроизводителя». И вот, на что они сейчас сетуют, что половина сырья, там, упаковки, чего-то еще, это все импорт. Господи, какое «Покупай вятское», Юля, о чем мы говорим? Не, ну, Николай, давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Что значит отдельно мухи и котлеты? Я говорю о том, Если оборудование импортное, то продукт-то наш. Я говорю о том, что вот эта вся штучка, какой продукт-то наш? Там что нашего-то? Там получается, вот судя по жалобам производителей, нашего-то очень мало, рабочая сила там наша. И лозунг «Покупай вятское». А вот когда на самом деле проблемы в отношениях с зарубежными странами возникли, вот это все и всплыло, что на самом деле весь наш вятский продукт, этот продукт там на 8% сделан из зарубежных компонентов. И поэтому, соответственно, вот этот разговор о том, что мы можем пережить кризис за счет импортозамещения, что мы не будем покупать, условно говоря, импортные продукты, будем покупать наши, так ведь наши-то это суть те же самые импортные, только те на 100% импортные, а наши на 80%. Понимаешь? И вот о чем говорят. Ну, смотрите, если предприятие покупает оборудование за границей или покупает упаковку за границей, это ведь не значит, что продукт импортный. Если упаковка импортная, если половина химических препаратов используемых импортная, а если порыться в жалобах, то там ведь очень много, там не только упаковка, там многие ингредиенты только импортные и так далее. Понимаешь? В итоге-то улучшается нашего-то очень мало. И тогда мне опять же, каким же импортозамещением мы собираемся победить вот эту вот кризисную часть? И почему мы должны поддерживать тогда именно наших производителей вот в этот сложный период, если они точно такие же иностранные? Почему бы нам не поддержать иностранных производителей, не пустить их обратно к нам на рынок, ребята, и все будет радостно и хорошо? Не, ну подождите, мы же понимаем, что если разориться там, к примеру, какой-нибудь кировский холдинг, то бюджет лишится налогов, люди лишатся рабочих мест. Так, давайте поговорим о кировских холдингах. Какие кировские холдинги еще в Кирове зарегистрированы, кроме КМК? Здраво, по-моему, в Москве зарегистрированы. Там даже Красный Якорь тот уже в Москве зарегистрирован, понимаешь? Но опять же, вот у нас ведь, ну вот эта привязка такая какая-то странная, да? А, ну, наверное, Вятичев в Кирове зарегистрировал. Вятский квас, да, родной наш. Вот, кстати. Вот поэтому как бы июль, область не способна их поддержать никак. Потому что область не способна снять эмбарго. Область не способна снять санкции. Все упирается только в это на самом деле. Весь рост цен происходит исключительно потому, что растет, падает рубль, растет доллар, да? А это следствие вот именно тех самых санкций, как бы мы обратно и не утверждали. Ну, вот смотрите, что предложили накануне сами производители. Вот они заявили о необходимости субсидировать процентные ставки по кредитам на закупку сырья. Еще говорили, что на уровне поставщиков возможно идет какая-то спекуляция. Предлагали проверить оптовые базы, определить для них уровень предельных наценок. Вот как вы считаете, возможно ли все это сделать на уровне региона или это должны быть федеральные решения? Да это и на уровне федерации на самом деле сделать невозможно. Потому что, ну, мы уже проходили вот эти опыты с установлением предельных торговых наценок, да? Ну, для ритейлеров. Ой, ну и что? Понимаешь? Ведь система-то какая? Что такое сейчас система ритейла? Это взять вот нормальную такой холдинг, где идет все от поля, условно говоря, до магазина, да? Вот хорошо, вот на этом участке, где, собственно, ритейл, 10% сделали накруточку. Да, на предыдущем участке повысили. Стало 60%. Сумма от этого общая повысилась, так ведь? Здесь ограничили, здесь повысили. Хорошо, они придут вот на этот вот участок, да? Будем проверять оптовые базы. Только есть предыдущий участок, есть предыдущий, есть поле, в конце концов. Повысить можно на любом участке совершенно. В накладе производители не останутся. Понимаешь? Вот те, кто вот это сырье поставляет, они в накладе не останутся, потому что они первичны, без них никуда. Это как производитель электроэнергии, да? А пройдись по рядам, поищи дешевле. То же самое и здесь. Куда деться-то? У нас ведь свой продукт практически нету. Нету ни мяса толком, ни чего-то еще. У нас, слава богу, там молоко только есть, но ни одним молоком человек жив. Вы, мне кажется, Николай, когда-то говорили, что вы эту идею с предельными торговыми наценками в торговых сетях поддерживаете. Я не помню, чтобы я такое мог говорить. Во-первых, потому что я вообще противник любых ограничений в торговле. Торговля должна торговать так, как она торгует. Какая жизнь, такова торговля. И должна быть конкуренция реальная, а не фиктивная, как у нас, да? Если есть реальная конкуренция, человек может ставить хоть 40% торговую наценку, я просто не пойду у него покупать, вот и все. А вы считаете, что у нас нет реальной конкуренции между, например, кировскими торговыми сетями и федеральными? У нас реальная конкуренция, у нас есть реальная ценовая конкуренция между федеральными сетями и кировскими. Разница в ценах есть. Если мы зайдем в магазин «Магнит», если мы зайдем в магазин «Пятерочка», и не буду называть местную сеть, куда мы зайдем, мы разницу в ценах увидим значительную по некоторым позициям. Конкуренция есть, ценовая. Ну, так вот, значит, есть конкуренция. Так и зачем же ее ограничивать? Ее, наоборот, надо освободить. Надо освобождать и просто признать тот факт, что мы влипли, мы влипли-то в большую политическую задницу, а не в маленькую историю с наценками. Так а кому будет легче от того, что мы этот факт признаем? Его же все равно как-то разгребать надо. Разгребить его, к сожалению, нельзя не на уровне региона. Это вещь, которая не экономическими методами может быть только решена. Мы это прекрасно уже понимаем, что это политика. Пока не будет политического решения, не будет никаких изменений. Пока вот то, что нам предлагают политики, не приводит к улучшению ситуации и, судя по всему, не приведет. То есть нужны какие-то другие меры, нужны какие-то поиски других соглашений и так далее. Здесь все упирается в политику. И к тому же, понимаешь, конечно, я понимаю, что я же не противник наших производителей. Там работают наши люди, в конце концов, получают там зарплату. Но область, каким может им образом помочь область с ее бюджетом? У нас, извини, вот я говорю, сегодня мы как раз говорили до эфира, тут письмо малмышских учителей, которые говорят, что вместо того, чтобы повысить на 5% зарплату, как обещали, их всех заставили посмотреть бумагу о том, что им будет снижена зарплата на сумму от 2,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей. Минусом. И при этом мы еще будем платить производителям. Есть варианты снижения затрат. Это варианты не только связанные с поставщиками сырья, это варианты связанные с нашими монополистами, с энергетиками, с поставщиками воды, с поставщиками газа. Это то, что правительство может регулировать федеральное. Если снизить эти затраты, предприятия выживут. Если их не снижать, мы не можем больше ничего сделать. Это либо надо возвращать Крым, либо надо снижать затраты на монополистов. Вот, собственно, выхода нет. А субсидировать, ну хорошо. То есть бюджет будет беднеть ради того, чтобы получать налоги от этих предприятий. Так он в итоге-то оскажется с нулем. А вот, Николай, знаете, сайт rbk.ru провел опрос российских предпринимателей на тему, что мешает малому бизнесу. И выложил статью, кстати, с фотографией Никиты Белых и Дмитрия Медведева на выставке «Золотая осень», кажется. Ну так вот, опрос. На первом месте опроса высокие налоги, далее неопределенность экономических ситуаций, далее высокие ставки по кредитам, нестабильность налогового законодательства, нарушение прав предпринимателей и девальвация рубля только на шестом месте. И при этом большинство предпринимателей у нас говорит, что причиной проблем стал изменившийся курс валюты. Вот где логика того? Логика здесь везде, потому что из этих шести пунктов, вот я пальцы нажимал, из них, в принципе, четыре, а об одном и том же. Потому что девальвация рубля и нестабильность экономической ситуации это, в принципе, взаимозависящие вещи. Что там у нас еще было? Нестабильность налогового законодательства. Высокие налоги. Высокие налоги. Высокие ставки по кредитам. Высокие ставки по кредитам есть следствие нестабильности рубля стопудово, потому что в таких условиях банки не могут работать по нескольким ставкам. То есть, на самом-то деле, здесь из этих шести позиций четыре об одном. Поэтому противоречия нет. Они просто не смогли сформулировать или, может быть, не захотели формулировать, что главная причина, это, как сказал губернатор Краснодарского края, то, что мы все в ответе. Мы все теперь должны платить за то, что Крым наш. Вот они сейчас все платят. А вы читали антикризисный план правительства России? Я пытался понять, где же там антикризисный план. Я прочитал его. Там, по-моему, семь основных пунктов, если не ошибаюсь. Вы поняли, где антикризисный план? Антикризисный план. Это, по-моему, вот мы начали с разговора с каких-то формальных отписок, с каких-то таких вот этих макетов, промпарков. Это тоже некий макет плана. На самом деле, то, что там прописано, это режим работы в нормальном состоянии. В нормальном состоянии. То есть, если бы не было вот этих всех страшных изменений, да, общеполитических, да, тогда бы, может, это был бы нормальный план работы. И то бы он, наверное, требовал какой-то конкретизации. А в кризис, конечно, нет. Это, знаете, как на медведя с рогатиной. Это как мертвому припарке, я бы сказал. То есть, это просто, ну, надо же было что-то сказать. У нас сегодня с вами эфир аллегорий. Медведь и рогатина. Ну да. Мертвому припарке. Мертвому припарке, да. То есть, я не нашел... Николай. Буквально две минуты у нас осталось. Давайте очень хорошее. Нет, подождите. Скорее мертва, чем жива. Она умрет или наоборот? Зависит от того, как лечить будем. Понимаете, ни я, ни вы, ни все вот, кто нас слышит, никто не заинтересован в том, чтобы эта экономика умирала. Мы все в этом не заинтересованы. Но, к сожалению, от наших действий, да, очень мало что зависит. Поэтому я не знаю, там, кому молиться или что-то делать. Конечно, она должна выжить. Но чтобы она выжила, поработает она, ребят, посерьезней. Вот это все, на самом деле, вот это не способы лечения таких болезней. Не, ну, наверное, каждый из нас с вами тоже на своем месте. Нет, ну, мы же все понимаем, мы же все понимаем, что у нас просто экономика наша сырьевая, да, она просто не жизнеспособна в таких условиях. То есть, надо проводить какие-то структурные перестройки, ты понимаете? Вот надо не там, не говорить, что давайте инвестиции повышать. Куда инвестиции-то повышать? Куда? У нас нет. Вот из реального сектора. У нас есть сырьевой сектор, есть торговый сектор. Надо что-то решать, реструктурировать, наконец-таки перейти от разговоров. Что это умешает? Умешают бабосы, деньги, огромные деньги, которые свертятся в этом сырьевом секторе и которые всем затыкают рот. Понимаешь, это коррупция. А коррупция, это исходит из того места, где очень много денег, потому что коррупция, это деньги. Надо решать вопросы коррупционные. Ну, вот вы сказали, что нужны реформы, да? Нам нужны именно реформы. И вплоть до политических реформ, понимаешь? Что вы подразумеваете под фразой политические реформы? Может быть, система управления в стране должна поменяться. Может быть, надо сместить акценты с президентской республики на парламентскую или наоборот. Надо подумать. Надо очень много, чтобы поменять, чтобы страна стала жизнеспособной. Я не лидер нации, я не способен в таких категориях мыслить. Но я просто вижу, что то, что нам предлагают, это палеотивы, это полумеры, даже не полумеры, даже, не знаю, там четвертьмеры какие-то. И я живу здесь, и я вижу, какие реально проблемы происходят в этом обществе. Я вижу, что в этой программе эти проблемы даже не упомянуты. Хотя это то, что самое страшное, что у нас есть. На самом деле, та же самая коррупция, та же самая сырьевая наша экономика, которая полностью зависит от того, как там арабские шейхи решат насчет нефти, бытие 30 долларов или 200, да? И мы все следом за ними, потому что никуда не денемся, мы к ним привязаны. Вот в чем беда. Вот это надо решать. И решать еще вчера, конечно, нужно было. Ну, по крайней мере, сейчас тоже со страшной скоростью. А у нас опять 25. Повышать инвестиции. Субсидировать ставки. Юль, ну, смешно. Николай, я на этом предлагаю закончить, потому что время эфирное у нас вышло. Я напомню, что это было особое мнение главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» Николая Голикова. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. Вам спасибо. Всегда было приятно поговорить. Всего доброго и до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM